МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благодарим вас, дорогой батюшка, что вы нашли время для встречи с нами Великим Постом. Знаю также, что у вас грядет на днях юбилей. Но мы бы хотели поговорить сегодня, наверное, вы тоже, и наши слушатели тоже хотели бы услышать ваше пастырское слово. Вот всё, что происходит в мире или конкретно с отдельным человеком, на всё нужно смотреть с духовной точки зрения. Но жаль, что мы обращаемся к чтению из книги «Бытия» или книги «Притчи» только Великим Постом. Ну вот просто поражайся, находя ответы и советы, и руководство ко всему, что происходит в мире или в семье, и даже в жизни одного человека или иной страны. А в вашей книге, вот замечательная книга у меня, одна из «На всё нужно смотреть взглядом оттуда», есть ответ на вопрос. Вы пишете. Вся суть в том, что духовные люди говорили прежде всего о духовных вещах. Библия, как книга книг, заключает в себе и историю, но основное – это её вероучительное и нравственное значение. В Евангелии, например, есть несколько упоминаний о царях, правителях, кесаре, ироде, понтистом Пилате, но практически нет описаний конкретных личностей. Есть общая картина грядущих событий. Господь сказал апостолам, что предстоит разрушение Иерусалима, Иерусалимского храма. Дано общее положение о последних временах – войнах, землетрясениях, бедствиях. Но они происходили во все времена. И рассматривать Священное Писание, прежде всего, Евангелие и Библию, только с точки зрения этих внешних событий нельзя, потому что за общими понятиями, которые похожи во все времена существования человечества, есть какой-то глубокий внутренний смысл, и его сущность является главной. Как Господь сказал, из-за умножения беззакония во многих оскудеет любовь. Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? То есть духовно-нравственное состояние человечества – главное в истории. А все остальное – это многоточие. Это надводная часть айсберга. Да. Дело в том, что на самом деле эта истина познается, когда Господь ее открывает со временем. ведь вот то, что происходит, мы смотрим на происходящее в свете большей частью каких-то земных причин, каких-нибудь там материальных вещей, там всех. Ну, простейший пример такой, как говорится. Ну, вот у нас говорят о том, чтобы увеличить народное население, значит, нужно создать соответствующие условия, значит, достаток там все. Но ведь жизнь-то показывает, что у тех, у кого достаток сверхдостаточен, детей-то у них по 1-2 человек. Да. А по 10, по 5, по 8, это бывает у детей, у людей часто недостаточно. И когда начинают введить такие условия, что если у вас нет недостатка, отнимать детей – это просто преступление. Да. Сейчас такое крылатое выражение было до последних времен, что куда плодить нищету? Вот это я даже не… Когда говоришь, что, ну, что у нее так много детей, куда она плодит нищету? А обычно, сейчас у нас, наверное, самые большие семьи – это у священников. Хотя они не самые богатые, я бы сказала. Да. Дело еще вот в чем. Дело в том, что понятие богатства вообще… Вот почему в основе всего лежит все-таки Библия. Библия – книг, книг. Вы знаете, есть такое изучение, был такой физик Фарадей. И вот есть рассказ, он сидит, складывается за голову, на дне открытой книги. Входит его друг и говорит, «Майкл, у тебя голова болит? Что такое?» Да нет, поржается, говорит, безумие людей. Они такую книгу имеют, и такие вещи твои. Там все сказано. Действительно, читаешь, и поразняешься, как будто сейчас. Тот обычный процесс, который происходит, там психологи-то работают, там социологи, все-таки. А все очень просто сказано Исаиним пророкам. Горе, когда будут называть зло добром, добро злом, почитать тьму светом, а свет тьмой, горькой и сладкой, сладким горьким, горькой людям, мудрых своих, и умными перед самой, самими собой. То есть, вот так называемая автономная нравственность, когда каждый считает, что он является как бы законодательным каким-то. Да нет, никаким законодательным человек не может являться, потому что он очень независимый. Беда вся в том, что самобытность, она ведь вот только у Бога. А все не самобытно. Не само бытие дает свет. Самобытен Бог, и поэтому все остальное в этом свете только и имеет больше или меньшую свободу. Но понятие свободы, ведь это свобода у нас, это свобода, свобода, свобода равенства, братства. Кстати, Николай Вильмирович, по-моему, на это прекрасно отвечает на этот вопрос. Он говорит, во-первых, свобода, кто-то хорошо сказал, это свобода права на неравенство. А дальше идет равенство. А как же равенство может быть рядом со свободой, когда там право на неравенство? Свобода и равенство, они рядом не могут стоять, логически. Но это мало кто думает над этим. Хотя думать в общем-то, не мешает. Дело все в том, что на самом деле равенство тоже быть не может. Как может быть равенство, когда мы все даже не равны росту? Ну как ты всех не равняешь? Как может быть равенство, когда есть такой пример, дать трем людям дали по сто каких-то монет. Один положил в купышку, другой купил инструмент какой-то, чтобы что-то. А третий пропил и уже неравенство. Я когда прочитал, думаю, как просто это кажется. Поэтому, ну а братство может быть, когда один отец. И поэтому самое интересное, что ну о великий могучий русский язык, конечно. Это действительно у нас такие слова братство. Я не знаю, как оно в разных языках звучит, но у нас братство, есть братство во имя святого Николая, или еще там или братство. И самое интересное, что когда отец Крестьянкин, такой у нас подвижник военной чести был, он сказал, все, что существует в мире, оно украдено из духовного только переночит на свой лад. И поэтому если у нас братство, то там братва. У нас братья и сестры, там братки. Понимаете, даже товарищи, это слово товар, значит, объединенные товарами и делами. Поэтому так вот на самом деле истинное равенство, оно перед Богом, потому что если подняться на вас сутбол, то все мы примерно сверху-то одинаковые. Это рядышком мы когда-то один выше, другим, а сверху посмотреть, мы так и так и так. Поэтому по сути своей отношение между собой, так сказать, равенство или какого-то в чем-то уравнять, как всех, все это, да и в природе этого нет. Господь сотворил все, все неодинаково, даже листы на одном дереве одинаковых почти нет, есть такие мнения. Поэтому это естественный процесс такой, но когда вот это неравенство или разница в чем-то вызывает зависть или злоба, вот это уже отрождение Бога, потому что Бог есть любовь, как сказал другой современный уже преподобный Юстин Попович, он сказал, что любовь есть свойство божества, любовь есть сущность божества, человек, створенный по образу Божию, должен своей сущностью иметь любовь, иначе это нету человек, полу человека. И равенство так называемое, оно дало для того, чтобы имеющий больше, мог делиться с другим, чтобы было место любви. Когда все достатки, а с чем делятся, у него тоже есть, а когда этого, не хватит этого, поэтому на самом деле так называемое неравенство это есть возможность проявления любви. истины. Вот почему нас как-то на это смотрят так. Почему? Да и потом, ну, всегда есть возможность совершенствования. Кстати, несколько лет назад там был в Японии, ходил по монастырям, там, интересная культура восходящего солнца страна. Так вот, там, человек должен совершенствоваться. они говорят, а что значит совершенствоваться? Значит, он несовершен, ну, а попросту говоря, грешен. Вот, человек должен избавляться от грехов. И смысл весь человеческого здесь подвига это очищение сердца от грехов и страстей. Вот почему для спасения нужен подвиг, есть тоже такое значение. И подвиг, но совершенствоваться нужно иметь образ. как к чему стремиться, к чему стремиться. Так вот, маму сказано, вот, они, может, не читали на Евангелии, некоторые из японцев там, а там сказано, будьте совершены, как отец ваш небесный совершен есть. То есть, Господь к этому призывает к совершенству. А в отношении того, что происходит в мире, все это результат грехопадения. Ведь вот говорят о войнах, ну, простите, первая война между двумя братьями была. Да. Каин останавливали и убили его даже. Дальше не раз воевали между собой люди. дети Якова хотели прорвать убийцу сначала, потом смелость продали брата своему. То есть, и все время идут, как говорят у нас, всякие там конфликты, семейные разборки. Только побольше. У нас, по-моему, звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Такой вопрос, у меня. Мне 42 года, я женат 17 лет. Случилось так, что полтора года назад я познакомился с женщиной и полюбил ее. В итоге я ушел из семьи, но меня это очень мучает, естественно, такой грех. Для того, чтобы разобраться, я поехал в монастырь, чтобы спросить там совета. Мы поехали вместе с этой женщиной туда. и я ожидал порицания крайнего в отношении таких поступков, но на всем протяжении эти поездки прям знамения, откровения были, которые указали на то, чтобы мы должны быть вместе. И монах, которому я рассказал эту историю, перед утренней службой, встретившись с ним перед вечерней службой, он на весь храм сказал, что нам надо венчаться. Вот у меня вопрос, ни в одном учении, ни в одном писании невозможно найти оправдание, когда мужчина уходит из семьи, при условии, что и жена у меня замечательная, и грех я этот на себе очень сильно чувствую, и мучает он меня. Возможно ли, если знамение, я вот еду, у меня звезды выстраиваются, без привлечения указывают мне на монастырь, монах говорит, что венчаться надо. И ни на одной исповеди, на которой я был, мне ни один священник не сказал, что мне надо остановиться в своих делах. Простите, свободный эфир, для того, чтобы вы можете просто с священником приехать, поговорить. Мы от всех от острых отнимаем вашу проблему. Да, конечно. Вы знаете, в Евангелии это правильно сказано. Кто может разводиться, Господь сказал, нет, от начала не было так. А он говорит, а бывает, но это по же сосерди вашему. Все это сказано в Евангелии. Почему-то он говорит, что священное написание написать. А потом дело в том, что в отношении каких-то знамени, указаний, вы меня простите. Бывает знамени, указания, но толкования их бывают разные. Поэтому это в отношении упираться на эти знамени. Есть одно правило, очень такое верное. Это очень просто, понимаете. Во-первых, значит, ну, как, куда бы это жить, но когда эта проблема возникает, прежде чем какой-то решительный шаг, нужно молиться и просить воли Божьей. Господь укажет. Мой отец любит найти его священником, когда Авраам шел с Исааком на гору Мариа, чтобы его принести в жертву, Исаак спросил, а где жертва все сожжения, он сказал ему, иегова, эре, Бог укажет. Поэтому нужно молиться. Вообще-то для всех остальных вопросов, которые будут, знаете, это не так просто. Потом Господь укажет, это точно совершенно. Поэтому когда небо молчит, не надо ничего предпринимать. Но все, что совершается, это еще с нами. Иногда это не обязательно голос неба. Иногда голос бывает и справа, и слева, простите. Причем очень тонкий. Тут как нужно с каждого человека страдает, хорошо, а потом полюбил, а куда же делать любовь к первой супруге. Что это такое? Это любовь была? А может это не любовь? Это увлечение? А если увлечение, пройдет? А если истина? А кроме этого, нам Александр Сергеевич прошел написал пример. полюбил вот она Татьяна, но над верх ее даже. А потом сказал ему, когда она вышла замуж, сказала, к чему лукавить? Я вас люблю к чему, но я другому отдана и буду веки ему верна. Ответ Пушкин уже дан. Но к сожалению, мы сейчас практически разучились молиться и обращаться с молитвой на все наши дела, чтобы Господь управил, а мы все как бы сами с усами. Молиться это, конечно, совместное самое сложное. Труднее все говорит. Бог молиться, а со смертью кормить и старые долги отдавать. Дело в том, что самое главное, о чем люди забывают, это именно о Боге. И что все управляет промыслом Божьим. Вот об этом книга замечательная Николай Война и Библия. Да, мы не сговаривались, взяли сегодня эту книгу с вами. я с собой прямо как раз сейчас на все вопросы там дан ответ. Просто нужно читать. Нужно читать. Рекомендуется. А что касается вот то, что как говорится, ну, кто-то там сказал, кто-то. Видите, в чем дело? Есть вопрос на этот ответ в Священном Писании. Что даже пророк может ошибиться, а тем более может простой человек или там даже священнослужители. То есть свойственно ошибаться человеку, поэтому вот для этого нужно время, чтобы Господь уже указал. даже когда мы даем советы и замечательный пример, такое изречение мудрый молчит до времени, безумно говорить без времени. И потом Господь сказал ученикам, ну, ты не будешь их, конечно, что делаешь сегодня, Петру умеешь после. Да еще потом, когда уже потом, ты еще сказал, отвезти ум, разумеете, Писание. Господь должен ответить ум, потому что можешь признать, ведь в чем дело, времена последние, ведь они есть, вот тут говорите, упоминались в последних временах, они начинаются с предупреждения и кончаются, да не пересетят вас, то есть будет обман, всевозможных видах будет обман и ложь, поэтому, а вот отношение того, что происходит, говорят, войны, да войны это детский липит, детский липит, виблии прямо написано, землю опустошить беззаконие, престолы превратить в престолы, и их злодейство превратить в престолах сильных, то есть землю опустошить не войны, войны тоже беззаконие, но другой беззаконие, например, когда разлучил прессловутый труп, который лежит на Красной площади до сих пор, заключая, когда его специальности отменил, вели аборты, так у нас за это время по известной статике полмиллиарда абортов об этом молчат, мне приходит иногда женщина жалуется, ребенок потерял наш сын, слушайте, а вы не делали молчат, да, вот это скучаетесь, понятно, а почему не скучаетесь от тех, вы даже не дали пожить, поэтому у нас беззаконие опустошает, а когда просто подразумевают, человек не хотят, это разве не беззаконие, разве не опустошает землю, о чем тут говорить-то, я просто пусть читает вот святитель Николай Сербский, он четко все написал, говоря о войне, война человека против человека является следствием войны человека против Бога, потом когда его спрашивают, а чего, что за причины для войны, он отвечает и так, первоисточник всех последующих войн в освящении святого Божьего откровения понимается так, первое, существует неумолимый закон греха, второе, война человека против человека есть следствие войны человека против Бога, третье, войну родителей против Бога продолжают дети, восставая один на другого, четвертое, милость Творца смягчает закон греха и этим делает возможным продолжение жизни человеческой на земле, это суть всех войн, да, мне все сказано, дело в том, что на самом деле в Священном Писании все сказано, все сказано, вот мне как-то задали вопрос, как вы относитесь к избранию президента, там был молодой, как-то, я говорю, простите, во-первых, я его даже в глаза не видел, как можно говорить о человеке, который никогда не видел, это в другой стране избрание, в другой стране нету, нет, так вот, я говорю, простите, но в Священном Писании Порок написан, за то, что вы отступили от меня, говорит Господь Бог, от него разумно и правителя, и судью, и начальника, и старца, и молчалива, и дам вам юноши, и князей, и ругать не будут управлять ими, ругать, у нас сейчас матерятся все правители, что-то удивляться, Исаи Порок Кадовского про ругателей-то, ну, это, да, да господство, да господство, да, беда все в том, что большая часть не знает, почему наши-то вот поэты, наши, наши писатели, православные же все были, вот, так одним словом, как прекрасно сказал Николай Георгиевич Лермонтов, печально я гляжу на наше поколение, ему грядущее или пусто, или темно, а между тем, под бременем познания того, что и знать-то не нужно, и сомнения, именно в истинных, и в том, что нужно знать, бездействие состарится оно, все четко, у нас все знают, кроме Священного Песня, Патюшка, а как можно это остановить, потому что, вот я сейчас ехала в метро, ну, все сидят с смартфонами, тюк-тюк-тюк-тюк, уже никто не общается, книги, конечно, в руках нет, а ведь общение именно вот с книгой, это же ведь просто богатство, несравненное. во-первых, был такой физик Эйнштейн, очень человек-то думающий, был очень размышляющий, не только физик, он сказал, когда технологии, все вот эти возможности, заменить живое общение, мы получим поколение идиотов, это Эйнштейн, простите, правда, у нас-то кому-то присылает Нобелевская премия в отношении к демократии, так называемой, оказывается, Нобель тоже высказался, что такое демократия, это толпа идиотов, вот так воспитанные в виде этим вот мартфоном, которыми управляет кучка подонков, это Нобель, простите, это не мои слова, я сам прочитал, ну, надо что-то, поэтому, ну, если вопрос, касающийся личной жизни, кого-то, пусть вы приезжаете, я отвечу, на какие-нибудь более серьезные вопросы, это, а если, там, просто чтобы, все будут вас слушать, говорят, это все равно, что на исповедь, приходит человек, все с нами, выслушают человек, и я думаю, не совсем это, поэтому я предлагаю... Давайте послушаем, если это существенный вопрос какой-то по теме, тогда мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, я хочу, во-первых, поблагодарить батюшку за мудрые флософские духовные рассуждения, любовь к слову, и вас, Екатерина, за любовь к слову, и всегда с удовольствием слушаю ваше слово, и выразительно, и всегда очень спасибо вам. А вопрос у меня о самоуважении и гордости. Если взять нашу историю, там, и наше время сравнить, то народ всегда склонял голову и был угнетаем зачастую. Если мы говорим о знати, то это... Ну, в салонах мы знаем по-французски обязательно, и французские гувернантки, беседы там по-французскому, кто нельзя, не знал, как говорится, на него уже смотрелись сверху вниз. Вот, а на исповеди человек говорит о своих грехах, познавая свое несовершенство. Здесь тоже нельзя говорить о самоуважении. И берем другую страну медали. Предположим, сегодняшний день и международные отношения. Да и раньше там, если взять. мы всегда оправдываемся везде перед всеми. А надо научиться самоуважению, мне кажется. И тогда другие тоже будут уважать. И здесь самоуважение уже не будет являться грехом. Как все это связать воедино? Во-первых, самоуважение я насчет такого понятия не очень духовной литературы. Есть чувство достоинства. Создание своего достоинства как образа Божия это одно. А самоуважение ну уважает это кого уважает, кого не уважает. Уважать не заставишь. А когда человек с достоинством, тогда к ним относится все равно вынуждены его уважать. Ну мы имеем вот насчет истории выпоминания очень хорошо. Ну был Александр Невский князь. Там вот его как раз смеются. Так вот дело в том, что его достоинство было таково, что его уважали. Ну кто не уважает им все равно кого. А кто что-то они будут относиться с уважением, с достоинством. Больше того мы имеем высочайший пример и Господь сказал учись мне кротко и смеян сердцем. Но он с достоинством отвечал. Когда ему Пилат ему избит покровавлен у нас сказал я власть имею распять тебя Господь сказал какой-то власти не имеешь если не будет тебе донос выше. То есть поэтому известно что Атил его оставил архивей. С ним стал говорить и он повернул свои войска назад. Потому что учился в нем достоинство старца он чувствовал достоинство поэтому достоинство нет это ну а уж если какое достоинство высшее у Бога человека его все распяли так это что будут делать это да ну потом воскрес и вот там то будет здесь на этой земле уважение достоинство не приходится тут ожидать или наблюдать потому что большей частью все как раз именно наоборот потому что князь мира всего лжец отец отожи и поэтому больше того говорит очень хорошо отец Иоанн Костянкин есть такой выявлен многие за это он говорил о том что когда страдаешь интересное душевное помни что все страдают в разной степени страдание нам не избежит не избежать нужно учиться страдать достойно и одухотворенно достойно и одухотворенно в этом включена тайна нашей жизни земной здесь и больше того больше страдают лучшие люди поэтому страдание это удел лучших людей больше того еще есть к этому вот у нас клевещут там наших правительников простите по-моему чуть меньше кто сказал что червь избивает наиболее зрелый плод и сладкий поэтому клевета наиболее достойных людей да больше того в заповедь даже еда поносят вас и рекут и рекут всякого золу на вы лжущие меня ради поэтому когда ложь и наше поношение так уже в область блаженства человек попадает но это убого а здесь на земле какая-то может быть справедливость бывает Господь иногда и здесь напоминает напоминает себя но воздание это там поэтому наши достоинства а мы в общем мы не оправдываемся мы ничего не оправдываемся а перед кем мы оправдываемся когда мы Александр Невский сложался или Суворов Кутузов или Ушаков или Скобелев там они защищали даже другие народы а нам-то при чем тут оправдываться мы можем помочь помогли мне кажется мне кажется что очень болит у всех сердце о том что действительно сколько у нас было правителей таких которые помогали сколько было полководцев Суворов же например это его политика что ни в коем случае не разорять дома не трогать мирных жителей ни одного если он заметил кого мародера какого-то это было страшно а сейчас вот все как один ополчились и говорят что это мы мародерствуем мы убиваем поэтому конечно у каждого русского человека это вызывает ну я не знаю ни обиду ни скорбь большую потому что ну не было такого чтобы русский солдат так себя вел а сейчас во всех как сорвались ну понятно блаженно егда поносит вас я уже сказал да сердце болит да конечно болит ну и в чем дело вот я уже сказал оно болит от тех от тех кого не дали жить вот этих тоже болит да 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 вот вот в семье ведь почему получаются такие вот всякие разделения там все это потому что все это тоже борьба за власть да это маленькое государство ведь тоже да где все свои иерархии ну опять же не читают же ведь не Библию не читают где все сказано что сыне слушайся отца своего да уважай мать свою ведь сейчас этого нет сейчас говорят что ничем я вам не обязана вы только обязаны мне вы меня родили я вас не просил еще вот так говорят раз вы меня в свет в этот привели значит вы обязаны мне квартиру все остальное ведь это же просто а почему потому что опять же отступление от Бога конечно вот вы правильно вот насчет того что я не просил точно так же обращаются и к Богу знаете есть современный юмор такой друг друга встречаются и спрашивают ну как ты живешь нормально все у меня в семье как к тебе относятся дети как к Богу это как ну живут как хотят только просят помощи а да еще и требуют поэтому все это конечно вы знаете у нас в наши дни русский человек все таки он непобедим в смысле своего жизнетержащего начала это бы юмор блестящий иногда я недавно мне показали такое в интернете ну объясняют сейчас история не важно тем более Ветхий Завет еще и Леонард да Винчи значит это тайный ветер слышно да 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 что это такое за картина а говорят русские что-то а почему русские среди них Бог да русские с нами Бог да с нами да поэтому все это есть вот еще я очень люблю книгу серно в забытом Раю Попевич тоже удивительная вот по своему смыслу книга которую я бы всем бы порекомендовала найти и почитать что мы сделали с миром что мы сделали с меньшими братьями нашими и когда мы говорим за что это нам вот я помню отец Дмитрий Смирнов да немножко так вот он резко ответил но когда ему сказали за что нам это он сказал чтобы если бы за что то вам не так надо взять вас расстрелять потом воскресить опять расстрелять потом воскресить еще раз расстрелять ну вот наверное так мы забываем свои поступки которыми прогневали Бога то есть испортили в общем-то все вокруг себя своими все что вы сказали это сказано в неких словах Священного Писания не по беззаконии нашим сотворить нам не по греху нашим воздал то есть действительно засаживаем больше мне одна раба Божия тут у нас я так рассказала что он очень полюбил приемного Серафима его невозможно не полюбить конечно и вот он во сне явился и говорит люди такие грешные что когда они что-нибудь или там потеряют дом или там что-то царятся на колени Господи благодарю тебя что ты так малыми наказываешь да удивительно конечно же те когда его изуродовали нашли этих грабителей а он сказал отпустить их простить а ведь сам был изуродованный весь а ему то что ему хотел стоять и молиться он даже это не мог до того его изувечили вот действительно но это конечно святые да нет вот я говорю у нас что-то и жили значит это и пленных там все а вот мне незавно рассказали вот в этой компании-то семь мальчишек подошли напиться воды вышла женщина мыши подсукла и она всех отравила это вот в этой компании вот тех которых как раз освобождают это к несчастью печально очень действительно это все так все что было и это было было давно в веках как говорится что и брат на брата пойдет и умер двят и все это было опять же мы забыли священное писание но оно исполняется и напоминает о себе напоминает о себе вот еще замечательная книга тоже святителя Николая Сербского сквозь тюремное окно там тоже ответы на все вопросы вот там например что Господь сделал для Европы чем Европа отплатила ему вот это вот конечно я могу конечно прочитать но вот вы скажите тоже про это нет ну во-первых вот есть книга еще одна царев завет да да вот это там он говорит что он прекрасно говорит о истинной золотой свободе истинная золотая свобода внутренняя свобода свобода от греха от от мирских всяких привязанностей она говорит ее внешняя свобода не увеличит и внешнее стеснение не уменьшит ее на самом деле человек свободен как Господь сам сказал вы рабы и я сделал вас свободными мы говорим никому не работали ну во-первых они работают достаточно и в Египте но главное не это работа главное свободно отдыхать человек свободен все освободились в дело пьяности курение наркомальности и не свободны это рабы и вообще-то дело в том что человек не событие и на самом деле от кого зависит если он не будет с Богом то будет с духом противоположен если он не будет с церковью то он будет с другим миром поэтому что кто там кто независимый да еще как зависим ну от чего это уже выбер самого человека поэтому тут даст тебе сердце а сердце это самое главное потому что они свидетельцы и человек живет сердцем а не умом рабочие силы сердца поэтому человек когда сердце доброе он мутриевая когда сердце недоброе злое хитрое коварное то есть он те же способности употребляет вот можно все употребить на благо а можно вред вот рильке сказал такие слова что все страны граничат друг с другом и только россия граничит с богом не потому ли все они сгруппировались против россии ну да причем вот помните он говорил слушай воины суки а воины потом а дальше вся начало болезни штук болезни а вот сейчас бактериологическая война отведет да поэтому стараются заражать ну это буверан конечно микробы они не очень разбираются куда бежать как бы как бы не туда понесло это все поэтому это новин конечно но ну что же теперь делать если такое значение когда бог наказывает отнимает разум разум в таких вещах трудно найти да их нет его нет просто злоба не предпочитает полезного есть такое священное писание ну а все это происходит как раз веке посту сейчас особенно и приближается праздник пасхи конечно и вот началась у нас военной кампании второй мировой войны у нас в день русских святых окончилось на пасху именно на пасху но об этом умалчивают почему-то да и самое интересное что 9 число день победы это ведь в том году когда Викторий Георгий Победоносец 6 мая он 6 был а поскольку не полагается его то день победы стоили по уставному церковному уставу его память перенесаясь на 9 число в тот год в тот год вот как все удивительно ну может и он все-таки семинарист может он так ну по крайней мере было так как будет действовать посмотрим Отец Валерий скажите пожалуйста вот многие может быть ну не не нарушено но они против войны вот так называемые пацифисты как вы к этому относитесь но если вот страна делает какую-то операцию ну не нам решать надо это не надо потому что там где это решается нам вообще неизвестно что и как ну почему простите я не знаю кто за войну все конечно против войны но вот сейчас как-то вот так да ну да ну простите если ничего не делать а между прочим его святое поступил так ведь он же знал в общем что он надвигался душу он начал действий кстати иначе бы мы были оккупантами во второй вернее мы были оккупантами он не начал военных действий пока были потери ну здесь решили по опыту это начать уже прежде чем начали упредить конечно нет это все мудро спасибо ну да 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 ну а что ж делать с пленками выйти жить по волчьи облащается когда а волк ведь как когда беззащитных людей ставят а из-за них стреляют ни одна война такого не делала это что-то новое и над военнопленными никто не издевался никогда это уже святое было да ну это да поэтому показатель достаточно для тех кто они правильно против войны вот что ж тогда кого поддерживать тогда но как вот ведь не донесешь что до Европы что совершенно не так как им освещают но ведь ну видите освещает у нас уже освещает что у нас будут в войне уже не участвуют в второй мировой участие вообще мы там ничего не делали ну это понятно все ну понятно все понятно чтобы дух наш вообще убить да нет дух ты даже не убьешь слава богу духом божьим а насчет того что там где этого духа почти нет там его конечно придавить могут ну то но ведь в чем дело что мы удивляемся что там что то что-то у сколько господь строил чудес и исцелял и воскрешал распять его о как пропаганда что сделал это же пропаганда только ветхозавет не просто факт и до сих пор еще до сих пор ведь да а ведь на самом деле между прочим я задумался раньше ни одно вероисповедение мира не ставило вопрос веры на первое место ни одно вероисповедение не собирало вселенские соборы как веровать мы имеем символ веры утвержденный не просто излечения кого-то а на вселенских соборах только в нашей православной вере поэтому тут а как хотите а это логически вот чудеса совершаются совершаются а где больше совершаются вот может туда этого шейх какого-то разрубили свои единоверство ограбили его а мать и боже шил его это же было и сейчас молчат об этом я был в Самаре в состоянии зои это на моей памяти еще было и молчат об этом а это же факт а почему почему они так молчат ахи бисокпы лукавый холдинснецкий вел операцию в Германии и это было помехнули и опять замолчали столько так молоктуры повторить одно и то же последнее известие последнее известие об этих вещах они молчат ну вот я же был сам в Средней Азии был в Самарканде так там простите гробница кстати ее очень посчитают мусульмане пророк Данила с фиставками так они засохли в 6 лет 5-6 лет стоят сухие а Патерек Алексей Второй когда приехал крапилы святой воды они распустились теперь полоносят но об этом нам рассказывают мусульмане а у нас молчат об этом ну где это такое и все как будто да 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 как глазами похлопают больше ничего если похлопают поэтому я уж не говорю что я родился в Зарайске моя родина и недавно я там был как раз именно 80 лет назад мы вернулись после оккупации туда в 2006 году там был такой случай одна женщина готовится к Пасхе вдруг входит ее крестник выпивший значит ему отняли там мобильный телефон где-то кирпичный завод там были он заходил сына и побежали драться она говорит матья божья но не допусти чтобы такой день все время да и вдруг слышит голос такой женский тихий не беспокойся я не кулышку Зарайского послала он разберется приводит их подходит машина выгрыжает их они протрезевшие все только они собрались драться явился старец сказал что вот за те или какой-то безделушки разойдись я позову Михаила и Серафима это факт есть молчат я даже не дал призыв и там даже забыли а это факт да и святитель Николай Сербский тоже пишет что если бы все газеты в Европе стали бы говорить о Христе если бы все журналы и все остальное стали бы говорить о Христе другое было бы наверное время и другая жизнь была бы на земле но все они говорят не о том все они говорят о том что миру на потребу вот низкому поэтому наверное так мы и живем и конечно мы опять же вот я же не знаю как про других не могу говорить но мы наверное очень стали гордые потому что вот ну ведь раньше ни Суворов не гордился не победами он говорил не мне не мне а Бог а сейчас вот мы город слава тому то слава сему наверное нельзя ведь русский народ никогда не гордился он всегда был мирен он побеждал он благоденствовал он не но никогда такого не было чтобы слава слава горды не просто да нет ну это помните это современник Пушкина он есть сейчас выразгладим ну важно в общем у него есть такое там описывает те времена и значит приезжает из Европы помещик и значит вот там так 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 разговаривает с помещиком который здесь живет и он говорит ему ну как ну как они говорят как живем нормально живем ну они он им как бы помогал все как Сбербанк был для них так сказать судил а они между собой ну были какие-то вообще надел вот когда покос значит бросают значит жреби кому дошли и вот кому-то досталось за холом самое такое с ков с ков скотчками там так они говорят каждый кончает свою полосу переходит на соседнюю а потом на другое и потом это последнее все кончают и пошли с песнями вы говорят чай помогаете друг другу да нет какой помогает это обычное дело настолько обычное творить добро это было обычным делом обычным делом а у нас сейчас деньги плати я слышал что где-то с границы там брат брат который платит деньги ну к сожалению у нас это сейчас стало как-то в норме ну создают все будут называть свинью и захрюкаешь что-то удивило да поэтому но ведь насильно никого не потянешь ни в церковь ни к Богу да нет ни вольник ни богомольник все это сказано ну да ну видишь когда я прошел войну когда грохнулся все пошли в церковь в церковь была полнобит народом кстати когда я переехал как раз именно ровно 80 лет в 42 году церковь опять действовать она была никто не было услышания не закрывалась кстати разрешил разрешение письмо было калинина где-то начать по служению так так что правительство были царствами небес ну вот еще сейчас вот конечно по интернету такая ролик такой прошелся везде вот там на коленях на улице стоят сербы и молятся о победе России вот ну оказалось что это конечно не сербы а поляки потому что там матка боска у сербов нет такого вот но как бы всем хотелось чтобы вот стояли кто-то и на коленях о нашей победе молился ну а мы-то сами мне кажется что сейчас церковь не молится на коленях когда вот читает эту молитву о даровании не победы а наведении в общем-то мира нашим воинам доблестным да нет почему я я молюсь постоянно ты вообще не переставая блюсь нет это понятно но вот когда общая молитва идет на коленях видите у меня коленки да я не к вам батюшка я говорю вообще потому что действительно вот все как радовались друг другу пересылали это но вот они молятся о другой стороне на коленях на улице прям большая улица и все они на коленях стоят и вот вот раньше тоже крестные ходы были ведь это же сила-то какая силища просто сейчас сейчас почему-то их нет ну видите почему-то вот значит уже слабый кстати вот сейчас пример беженства я слышал там вот а там некрещенные дети есть да так что там тоже отступление везде почему-то получается и там и там за умножение беззакония охладеет любовь если любви нет получается брата убийства ну батюшка практически наш эфир уже закончился я хочу напомнить что сегодня был у нас протерей Валериан Кречетов настоятель храма покрова Пресвятой Богородицы что в Акулове в селе вот батюшка ну вот уже сказали что у вас юбилей грядет ну и конечно не сказали что вот видите вот вы такой спокойный пришли а тем не менее у вас вот недавно совсем сгорел дом вот видите как надо относиться у меня одна саружка у меня тоже такое было мне пришли старики сказали чтобы быть богатым у нас сейчас сгорел дом ну богатым слава Богу слава Богу что вы живы остались только жаль что в доме в этом и Орлов жил батюшка вот не в этом доме а не в этом рядышком дело в том что я начал прислал тот пришлось разобрать поэтому видимо дом для своих внуков 35 внуков все таки но как-то они не интересуются там даже жена первого бросила второго тоже бросила так что последний сын вот тут насчет разводов это развод сейчас 80 процентов разводов да в райх воюют на войне как на войне на войне как на войне и в миру тоже как на войне а в миру идет духов это барин да батюшка ну вы как-то укрепили так даже повеселили немножко спасибо вам большое и дай бог вам многое благая лето спасибо вот еще чаще к нам приходить на эфир и всем то есть божья помощь ничего бог в твоем помощи до свидания в эфире всемирное русское православное вещание радио радонеж свидетельство о регистрации СМИ Э.Л номер ФС 77 49 684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций возрастная категория без ограничений федеральной службой федеральной службой федеральной службы федеральной службы